27 июня омбудсмен Владимир Лукин встречался с Путиным и на этой встрече рассказал о судьбе Пуси Райет. И вот, о чудо! Прошло несколько дней и зашевелился Таганский суд. Сегодня здесь будут снова рассматривать дело скандальной троицы. Несколько дней назад появилось письмо 100 деятелей культуры в защиту Пуси Райет. К подписантам присоединилось более 30 тысяч человек. Трое женщин, Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, находятся в тюрьме с начала марта. За молебен в храме Христа Спасителя со словами «Богородица Путина прогони». Им грозит срок до семи лет. Государство у нас светское, а кто дает индульгенцию на ту или иную форму молитвы, непонятно. Очевидно другое. Спой они, скажем, про Обаму, даже в столь экзотической форме. Возможно, их даже показали бы в новостях. Но тут речь об изгнании Путина. А такой экзорцизм граничит с экстремизмом. Но вы знаете, что этим экзорцизмом не требуется голосование даже по новому закону. И вы должны быть об этом осведомлены. Они просто очень метко попали в одну из чувствительных точек слияния государства и церкви. Этот процесс, который происходит, и они очень удачно выступили. И поэтому столь сильное раздражение вызвали у государства. Я хочу, чтобы их отпустили. И я требую, чтобы их отпустили. Чтобы с них сняли обвинение. Чтобы с них сняли обвинение. Чтобы наша власть прекратила нарушать закон. Чтобы эти люди прекратили нарушать закон. Я этого требую. По-то причине соблюдайте свою конституцию. Соблюдайте свой закон о полиции. Соблюдайте свой закон о уголовно-процессуальном кодексе. В Уголовном процессуальном кодексе не существует таких пунктов, которые сейчас у нас происходят здесь. Непонятно почему стоят судебные приставы прямо здесь. И нет свободного захода в зал суда. В Уголовном процессуальном кодексе не существует профилактической разъяснительной беседы в лесу. У нас еще много чего в Уголовном процессуальном кодексе не написано. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, наши законы. И свои, и наши. Отходим с проезжей части. Отходим. Отходим. Внезапно появились молодые люди и устроили помпезный перформанс с хлопушками и конфетти, чем повергли в шок недобдевшую охранку. Последняя долго искала гидравлические ножницы и, наконец, найдя, освободила добровольных пленников для того, чтобы тут же посадить в автозак. Администрация президента не имеет ни малейшего отношения к делу, а все указания следствию и суду поступают напрямую из аппарата Путина, от его ближайших референтов и следовательно от его самого. Все законы наручены, все признаки экстремизма найдены, а главный эксперт заявляет, что с девушками нужно поступить так, как, цитата, поступали при царе Иоанне Грозном. Да, это вот такие фразы говорит человек, которого следствие назначило быть экспертом по делу. Участницы группы Пусси Райт объявили голодовку в знак протеста против решения суда, а точнее судилища, в которое превратилась путинская судебная система. Суд – последняя инстанция, которая падает перед исчезновением самого государства. Решение суда опять оказалось предсказуемым. Никакие поручительства и никакие аргументы не возымели действия на чиновников в мантиях. И обвиняемым по делу Пусси Райт придется знакомиться с материалами дела в краткие и нереальные сроки. Увы, но в этот солнечный июльский день мы снова стали свидетелями затмения Фемиды. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник». Особая буква.